В Жатай завершили программу переселения из аварийного жилфонда. Сегодня жильцы последнего аварийного дома получили долгожданные ключи от новых квартир. Дом, как и другие в этом же квартале, построенный по программе, выполнен с применением современных технологий. Подробнее в материале Саргалана Захаровой. Жильцы этого дома, последнего аварийного в Жатай, сегодня получили ключи от новых квартир. И совсем скоро смогут забыть о многих проблемах, в том числе и такой проблеме, как неубранные санточки. Галина Борисовна признается, что больше нет сил ходить к работнику управляющей компании и упрашивать их убрать двор. Да и потребностей в этом больше нет. Дом идет под снос, а люди скоро переедут в новые квартиры. Потом приеду там, буду разбираться. Так-то вроде ничего, нормально. У меня давление, сахар. А нет чувства радости? Ну, конечно, радость есть. Потому что туалет, самое главное, ванна старухи. А так все нормально. Вещи уже собраны, коробки сложены. За несколько часов до переезда жильцов переполняют смешанные чувства. С одной стороны, жалко покидать родные стены, к которым уже привыкли. А с другой стороны, их ждет новый этап в жизни. Еще посмотрите. Сегодня посмотрим, как Наполеон сказал. Сначала нужно ввязаться в бой, а там видно будет. Дом стал ярким дополнением энергоэффективного квартала, который построили по программе ликвидации аварийного жилфонда. Отметим, четыре года назад порядка полутора тысяч человек не могли бы хвастаться комфортными условиями проживания. Сегодня все они получили новые квартиры. Сегодня мы заселяем 40-квартирный жилой дом. Ну и тем самым заканчиваем программу переселения из ветхого афарийного жилья, признанными таковыми, до 2012 года. Когда вспоминаешь, как жили люди и как сейчас, это для многих людей действительно, будем говорить, есть смысл заново начать жизнь. Потому что вы знаете о том, что в том жилом фонде, в каких условиях жили люди, ну там было всякое. Также глава поселка отметил, несмотря на то, что все аварийные дома, вошедшие в программу, уже расселили, работу нужно продолжать. Ведь с каждым годом и другие здания не становятся новее, а списки проблемных объектов уже пополняют новыми адресами. Будем надеяться, что и после сентября 2017 года в поселке появится еще не один энергоэффективный квартал. Сарглана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.